Вошла в шестерку лучших педагогов и стала лучшим молодым учителем Самары. Для Ксении Лазаревой это первая столь крупная победа. Преподаватель физкультуры уверена, спорт важный предмет. Он помогает детям быть сильными и целеустремленными. Любому педагогу нужно пройти через конкурс обязательно, потому что действительно он дает очень многое. Я для себя считаю, что это не последняя ступенька в моей карьере и что в дальнейшем тоже буду участвовать. Главная награда, звезда и звание лучшего учителя Самары присвоена Екатерине Санжирян, педагогу школы номер 176. Что примечательно, она тоже преподает физическую культуру. Статуэтку победителя она получает из рук главы Самары и своего коллеги Сергея Кочерешко. В прошлом году именно он стал первым самарцем, кто выиграл всероссийский этап конкурса «Учитель года». Глава города Олег Фурсов взял с Екатериной Санжирян обещание подготовить к чемпионату 18-го года выдающихся спортсменов. Также он отметил, многое в Самаре делается в сфере образования. Впервые за четверть века в городе заложены две новые школы. Это в поселке Волгань и в поселке Труды и Ключи, так называемый кошелый проект. Это тоже черта нашего сегодняшнего времени. Мы активно реконструируем школы. Мы возвращаем школы, ранее переданные в ведение сторонних организаций, в муниципальную собственность. Сегодня подвели итоги еще нескольких конкурсов профессионального мастерства. Грамотами отмечены лучшие работники сферы образования, директора, учителя, воспитатели, психологи и логопеды. Наверное, самый именитый педагог всегда с трепетом относится, как же оценивают его труд родители. Поэтому я хочу сказать вам сегодня огромное спасибо от всех самарских матерей за то, что вы выбрали эту профессию и за то, что вы ей останетесь верным. Теперь финалисты будут представлять Самару на областном этапе конкурса «Учитель года-2016». И уже этой осенью губернанская столица впервые примет участников всероссийского этапа. Именно в нашем городе назовут имя лучшего учителя страны. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События.